Икона Филарета Митрополита Московского очень замечательная и уникальная. Ее подарили храму выпускники воскресной школы. Это был первый выпуск воскресной школы. И вот такую вот замечательную икону они подарили в храм. История возникновения Никольского единоверческого монастыря на Преображенском кладбище неразрывно связана с именем святителя Филарета Митрополита Московского. По его ходатайству единоверцы получили разрешение устроить церковь в одной из беспоповских молелин. 3 апреля 1854 года московский архипастырь осветил ее по старому чину в честь святителя Николая Чудотворца. В настоящее время здесь существует православный приход, действующий православный храм святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище. Инициатива открыть в Москве единоверческий монастырь всецело принадлежала святителю Филарету Митрополиту Московскому. Выбор места для устройства монастыря пал на Преображенский богоделиный дом. Торжественное открытие монастыря состоялось 29 мая 1866 года. Настоятелем этой обители был утвержден инок Павел Проский, пересоединившийся из раскола к православной церкви. Архимандрит Павел Проский Леднев прослужил настоятелем более 27 лет. Архимандрит Павел почел 27 апреля 1895 года и был погребен за отарем Никольского храма 1 мая 1895 года при большом стычине народа. Субтитры создавал DimaTorzok Мне бы очень мечталось, чтобы память святителя Филарета именно здесь как-то просияла. Нету в Москве центра Филарета. Он уже был стареньким, немощным при всей своей немощи. Это была огромная мощь по созиданию. И созидание этого монастыря – это его последнее дело, которое он совершил, будучи митрополитом московским и колоннским. И если бы была возможность воссоздать его имя и его мемориал именно на этой территории, я был бы беспредельно счастлив. Субтитры создавал DimaTorzok